КОНТЕНГЕНТ В СИРИИ Конфликт в Донбассе. КОНТЕНГЕНТ В СИРИИ Открыли огонь из артиллерии орудий калибра 152 мм по району города Луганска. Целью огня украинских фашистов стала территория Луганского высшего военного авиационного училища «Штурманов», где народная милиция готовилась к проведению Парада Победы. Об этом мы официально неоднократно заявляли и уведомляли миссию ОБСЕ. В результате вероломного обстрела пострадало 5 единиц военной техники, потерь среди мирного населения и личного состава народной милиции Луганской народной республики нет. Хочу отметить тот факт, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 13 апреля была опубликована информация полностью места дислокации техники, а также на своем твиттере была опубликована фотография с беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ, на которой была показана данная военная техника. Вооруженные силы Украины использовали именно эту опубликованную информацию для нанесения огня артиллерии. При этом огонь ввелся из артиллерии непосредственно с окраине населенного пункта Макарова, 6 километров от линии боевого соприкосновения. Еще раз подтверждая нарушение Украиной обязательств по отводу тяжелого вооружения, в том числе крупнокалиберной артиллерии 152 миллиметра, на расстояние свыше 33 километра. Мы расцениваем данные действия как провокацию профашистского руководства Украины, направленную на срыв проведения парада победы, срыв действующего перемирия и минских договоренностей в целом. Напомню, что с 30 марта по сегодняшний день вооруженные силы Украины по территории нашей республики выпустили более 750 мин, снарядов и гранат. Преступные действия украинских боевиков унесли жизни двух военнослужащих народной милиции Луганской народной республики, и девять военнослужащих получили ранения. Завтра в Минске планируется проведение встречи трехсторонней контактной группы, на которой обязательно будет рассмотрен вопрос о обострении ситуации Киевом и на то, что здесь произошло. В случае повторного введения огня украинскими боевиками, народная милиция будет вынуждена адекватно отреагировать и подавить противника. Страны Большой Семерки призывают Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери. Об этом говорится в заявлении главы МИД G7, которое опубликовало правительство Канады. Также в Большой Семерке заявили, что будут и впредь сотрудничать с Москвой в решении региональных кризисов и глобальных проблем, чтобы, цитата, «вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах». Напоминаем, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что исследовательский центр в швейцарском городе Шпиц, по итогам экспертизы образцов, отобранных на месте происшествия в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано вещество BZ, находившееся на вооружении Великобритании и США. Министр отметил, что Россия ждет от организации по запрещению химического оружия ответа относительно данного вещества. Администрация президента США Дональда Трампа планирует заменить военный контингент Соединенных Штатов в Сирии на военнослужащих из арабских стран. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным источников издания, советник по национальной безопасности США Джон Болтон недавно звонил исполняющему обязанности главы службы общей разведки Египта, генералу Аббасу Камелю, чтобы узнать, захочет ли Каир оказать содействие в реализации плана. Кроме того, газета отмечает, что Белый дом обращался к Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. По данным чиновников, американское руководство также хочет, чтобы арабские страны направили в регион военных. Цель инициативы – избежать возникновения вакуума в области безопасности в Сирии, который может позволить боевикам исламского государства вернуться в регион. Напомним, ранее Белый дом заявил, что США намерены как можно скорее покинуть Сирию. При этом постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Ники Хейли отметила, что американские войска уйдут только после того, как выполнят все поставленные задачи. Депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что правительство Украины не заинтересовано в прекращении конфликта в Донбассе. По словам парламентария, власти незалежной не выполняют минские соглашения, поскольку окончание войны их не волнует. Минские не выполняются до сегодняшнего дня. Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах, ни изменения в Конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта. Однако, подчеркнул депутат, разговоры об урегулировании в Донбассе продолжаются в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии. Президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию отдельных договоров в рамках Содружества независимых государств, за исключением тех пунктов, которые прагматично необходимы стране. Такое заявление сделала представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко. Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив только те, которые прагматично необходимы Украине, как то признание дипломов, признание трудоустройства и договора о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины. Напомним, ранее Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. ГАИ МВД ДНР напоминает гражданам о необходимости своевременно произвести процедуру регистрации транспорта. Во избежание очередей правоохранители рекомендуют владельцам не откладывать посещение МРЭО на последний момент и придерживаться установленных сроков. Для проведения регистрации транспортных средств автовладельцу необходимо приехать в одно из подразделений МРЭО ГАИ с паспортом, идентификационным номером налогоплательщика и действующим регистрационным документом на транспортное средство, выданным регистрационным подразделением Украины. На основании данных документов будет подготовлено заявление о регистрации. Здесь же производится осмотр транспорта, проводится проверка документов по имеющимся базам данных на предмет ограничений в проведении регистрации. В некоторых случаях может быть назначена экспертиза. В подразделениях МРЭО владельцы могут выяснить сумму транспортного налога и произвести оплату всех услуг и сборов в кассах, расположенных тут же для удобства граждан. МРЭО по обслуживанию Горловки находится в Горловке на улице Горловской дивизии 55. МРЭО по обслуживанию Старобешевского, Тельмановского, Навазовского районов, Докучаевска и Еленовки находится в Старобешево на улице Школьной 20.